Если бы в прошлом сезоне мне сказали, что я буду использовать экзотический лук в ПВЕ, я бы не поверил. Ну, или бы подумал, что какой-нибудь из них снова поломается, как пару сезонов назад ломался губитель желаний. Но я бы уж точно не представил, что экзотический лук, которому осенью будет 2 года, станет одним из лучших основных орудий для ПВЕ. Идеальным для зачистки мелкого трэша, чтобы закрывать ивенты, отражать волны мобов в гамбите, патроны, то есть стрелы всегда есть. Звучит неплохо, да? Как вы уже догадались, речь идет о луке Тройственный Гуль. А если точнее, о добавленном в этом сезоне катализаторе для этого экзота, который его так сильно преобразил. Давайте разберемся, почему он так много изменил в этом луке. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни, и я рад тебя вновь видеть на канале Трипл Вайп. Экзотический катализатор на Тройственный Гуль выпадает случайным образом из плейлиста Гарнила или Налетов. Ну, вернее, как случайным. Он точно вам упадет за прохождение первого же Налета. Само задание на выполнение катализатора – убийство из этого лука. 400 убитых противников – это полчаса работы на шурачи, и у вас за спиной окажется самый мощный ПВЕ лук. Для тех, кто вообще забыл, что это за лук и чем он особенный, все же его в игре добавили еще с дополнением отвергнутые, пробежимся быстро по перкам. Перк Громоотвод. Убийство прицельными выстрелами наделяют следующий выстрел цепными зарядами. То есть, сырой вариант этого лука заряжал электрическую стрелу после того, как вы убили противника попаданием в Крит. При этом, последующая электрическая стрела даже не обязательно должна быть выпущена в противника. Вы можете выстрелить в землю перед толпой красных мобов, и электросеть их зацепит. Крутой перк, но у лука есть еще одна особенность – собственно, сам экзотический перк. Рассеченный электрон. Он выпускает стрелу, которая расщепляется в полете. Прицеливание и полное натяжение тетивы делают разброс кучнее. То есть, если вы просто выстрелите от бедра без прицела, выпущенная вами стрела тут же делится на три части, и это отлично сработает для использования электрострелы, заряженной с помощью перка, о котором я говорил ранее, но лишит вас возможности нанести критический урон. То есть, убить кого-то в голову, чтобы зарядить еще один электровыстрел – невозможно. Да и в принципе, прицельный огонь из лука почти никогда вести не приходится. Лук до сих пор так себе выбор для того, чтобы вносить урон по боссам. Так что я бы крайне не рекомендовал обманываться, надеясь, что даже заряженная электросетью стрела нанесет ощутимый урон по боссу. И в общем, главной проблемой лука всегда оставалось то, что если вы промахиваетесь и заряженную электричеством стрелу выпускаете вообще куда-нибудь в муку, или попадаете в тело, что не добивает врага, то после этого вам вновь надо выцеливать противника в крит, чтобы убить и зарядить выстрел. Что ж, с новым катализатором эта проблема исчезает. Громадвод теперь запускается после любого добивающего попадания, которое наносит электрический урон. И это просто пушка. Электрическая граната, заряженная рукопашная атака, суперспособность, ракетница, гранатомет, меч – что угодно заряжает в тройственный гуль электрическую цепь. И разумеется, как только вы зарядили стрелу и убили с нее противника, она тоже считается электрическим убийством. А значит вы можете спамить стрелами, выпуская их одну за одной, создавая целые барьеры перед толпами врагов. Это выглядит словно у вас бесконечные электрические гранаты. Я обожаю подобные эффекты от оружия, когда можно одним выстрелом уничтожить сразу толпу мобов, как по цепочке. Потому я не выпускаю из рук солнечный выстрел или гравитоновое копье, это очень фановое оружие. И вот теперь еще и тройственный гуль присоединился к этому списку. Зарядив электросеть один раз с помощью, например, гранаты, вы можете бесконечно спамить этими мощными вспышками электричества, пока в колчане есть стрелы. Но даже если вы умудритесь потерять заряд, выпустив стрелу, например, в босса и не добив его этим выстрелом, вы без проблем можете восстановить заряд, прожав свой супер или бросив очередную гранату. Или сделав выстрел из любого тяжелого оружия с электрическим уроном. Но! Тут нужно сделать важное замечание. Да, вы можете заряжать громоотвод с помощью другого оружия, но так, чтобы в момент убийства из этого оружия в руках у вас был уже тройственный гуль. Например, вы должны выпустить гранату из гранатомета или ракету из ракетницы, или бросить заряженный новый меч. И пока он летит до цели, переключится на лук. Таким образом, заряд сработает. Говоря проще, лук заряжается от любого электрического урона, при условии, что в момент добивающего попадания он у вас в руках. Граната, супер и рукопашная атака также должна активироваться тогда, когда у вас выбран лук. Но сбрасывается ли заряженная стрела после того, как вы переключитесь на другое оружие? Нет. И это отдельный приятный сюрприз. Вы можете раздамажить противника из горной вершины, например, и добить его с помощью заранее заряженной стрелы с громоотводом, чтобы сохранить баф. Или можете провести полноценную фазу урона из тяжелого оружия, а потом вернуться на лук и быстро зачищать волну противника, в которой заспаунились, пока вы били босса. Стреляя от бедра, вы охватываете огромную территорию для поражения электросетью, больше, чем радиус взрыва любой гранаты или ракеты. И вы можете спамить этим так долго, как захотите. Это невероятно круто. Оружие, работающее настолько эффективно, и при том не требующее прицельного огня. Кто бы мог подумать? Если у вас в команде найдется хоть один человек с этим луком, вы можете забыть о том, чтобы отвлекаться на мелких противников. Вы берете любимую анархию или идзанаги и дамажите босса или крупных врагов, а лучник позаботится об остальном. Алтари скорби, гамбит, кузницы, в смысле нормальное их закрытие, да даже некоторые налеты, все эти активности теперь не будут успевать спаунить вам противников. Поставьте мод улучшенный заряжатель луков из сезонного артефакта и стреляйте еще быстрее, словно леголаз. Единственный минус, который вы можете назвать для того, чтобы подрезать это чувство восторга, факт того, что лук занимает экзотический слот. Он заменяет анархию, он заменяет идзанаги, а значит для урона у вас что, ничего привычного не остается? Привычного может и нет, но на дворе сезон прибытия, сезон который подарил нам прекрасные мечи с тонной урона. И горная вершина все еще актуальна в пинокол активностях, так что точно ли вы так сильно теряете в уроне с этим красавцем? Не думаю. Но где это действительно не работает, так это в активностях с уровнем силы от 1040 единиц. Луки в такого рода заданиях все еще слишком слабые. Урон от попаданий или уж от электроцепи слишком низкий для того, чтобы вы могли быстро зачищать мобов на сумеречном налете, например, 1050 уровня. Что же касается использования в пвп, ну катализатор не превращает лук в снайперскую винтовку или дробовик, это все еще просто лук, так что никакого сюрприза нет. Тройственный гуль великолепный выбор именно для пве. Еще раз, алтари скорби, налеты, гамбит, сезонный ивент контакт, миссии, фарм задания, что угодно. Идеальный выбор для тройственного гуля. Он зачистит всех мобов, а урон по большим противникам вы внесете с помощью горной вершины или снайперской винтовки и нового меча. Не думал, не думал, что буду нахваливать вам лук, но вы должны дать ему шанс. Сделайте каталик, поиграйте с ним и я думаю вы останетесь довольны. Если я угадал, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Следующий экзот, о котором мы поговорим, новый гранатомет, так что будем на связи. Удачи!